Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают По результатам 2023 года число обращений в Новополске горосполком по сравнению с 2022 снизилось на 35%. Что касается тематики обращения на традиционно, в первую очередь большинство обращений поступает, конечно, по вопросам ШКХ. Перейдем к подробностям. Достижения белорусских ученых не должны остаться красивой витриной. Именно прикладной характер научных исследований определяет надежность и процветание нашего общего дома в Беларуси. Укрепляет нашу независимость и национальную безопасность. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил во время вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора научным и научно-педагогическим работника. Глава государства уже традиционно встречается с опытными учеными и новоиспеченными докторами наук и профессорами в преддверии Дня науки. Это всегда хороший повод подвести итоги, отметить достижения белорусских ученых и отечественной науки в целом, а также и заглянуть в завтрашний день. Нам надо заглянуть в завтрашний день. Без этого никак нельзя. И мне важно, очень важно знать, как вы видите свою роль, роль своих учеников, последователей, да и всего научного сообщества в реализации стратегии года-качества. Насколько вы погружены в замысел года, который, по сути, должен стать началом нового этапа развития Беларуси? Есть цель превзойти себя, при том во всех сферах жизни. Конечно, в авангарде движения к этой цели стоите вы, люди науки. Ваш труд, точнее его результаты, во многом формируют будущее нашего государства. В фундаментальных и прикладных научных исследованиях нужно идти от жизни, призвал ученых глава государства, подчеркнув необходимость выделить, какие направления в науке сегодня приоритетны и могут претендовать на господдержку. Примеры таких научных исследований, имеющих прикладной характер, участники церемонии представили президенту. Нефтехимия, информационные технологии, исторические исследования, дизайн. Полоцкий госуниверситет имени Ефросини Полоцка продолжает держать марку вуза научного. За 2023 год местная «Альма-Матер» выполнила множество заказов в части разработок для самых разных заказчиков республики. От Министерства по чрезвычайным ситуациям и учреждений здравоохранения до различных промышленных предприятий Беларуси. В том числе за прошедший год местный университет запатентовал порядка 10 разработок. Заданные планки планируют держаться и в 2024. О том, как живет и развивается сегодня научная школа на Полочине, знает Елизавета Борбат. Наглядно увидеть и подробно изучить пагубное влияние вредных привычек на организм в формате «Дополненные реальности». Такой программно-аппаратный комплекс разработали студенты и преподаватели Полоцкого госуниверситета имени Ефросини Полоцкой по заказу Витебского областного центра психиатрии и наркологии. Такой же сегодня работает и в областном, и в Новополоцком центрах безопасности МЧС. Разрабатывали мы его порядка 6 месяцев. Все органы были нарисованы студентами первого курса. Озвучка производилась о пагубном влиянии и о медицинские термины. То есть все согласовывалось с заказчиком и привело к тому, что родился такой хороший, на мой взгляд, неплохой продукт. А вот для одного из главных нефтеперерабатывающих предприятий Беларуси завода «Нафтан» в Полоцком ВУЗе разработали уникальную систему для оценки и подбора персонала. По сути, программа представляет собой набор разноплановых тестов, начиная от тестирования на стрессоустойчивость и заканчивая профессиональными компетенциями. Сегодня проект опробируется и проходит наладку на предприятии. У нас давно зрела уже необходимость в том, чтобы как-то автоматизировать работу по подбору персонала. С учетом современных методик подбора персонала, оценки кандидатов на трудоустройство, а также оценки работников самого предприятия. Сама работа направлена именно на профессиональный отбор персонала, на оценку при периодической аттестации служащих ООН «Нафтан» и на основе профилей компетенций рабочих и служащих. Помимо разработок в стезе информационных технологий, Полоцкий ВУЗ сегодня успешно развивается в нефтехимии, проектировании исторических исследованиях. Упор делают на создании импортозамещающих продуктов. В целом за 2023 год местный университет запатентовал порядка 10 проектов, лучшие из которых демонстрировались на многочисленных выставках, как национальных, так и международных. Результаты действительно нас очень радуют. Мы продвинулись в очень серьезных и разных направлениях научной деятельности. Общий объем финансированных услуг этого года составил более 1 миллиона рублей. В рамках государственной научно-технической программы «Малтанажная в химии», в которой включился наш университет, мы вполне, так скажем, серьезно подходим к тому, чтобы какие-то производства малтанажных продуктов создать на базе нашего университета. Это такой прорывной шаг, который позволит нам не только разрабатывать технологии, не только осуществлять разработки теоретические и какие-то документы оформлять, но и не просто передавать наши результаты, но и производить такую малтанажную продукцию в университете, либо на базе нашего технопарка ПГУ. В 2024 году Полоцкий госуниверситет продолжит развивать сотрудничество с Российским Эрмитажем в части реставрации исторических объектов и сохранения историко-культурного наследия. Совместно с коллегами из России, реставраторами и археологами сегодня разрабатывается проект работ по реставрации объектов к 900-летию Спаса и Фросиневского монастыря в Полоцке. Елизавета Борбат, Ангелина Лазовская, Сергей Золынский и Максим Корольков. Телеканал «Звезда». К другим темам. Форум регионов Белоруссии и России должен раскрыть потенциал, историю, культуру нашей страны. Такое мнение выразила председатель Совета Республики на заседании, посвященном организации масштабного мероприятия. За годы работы форума подписано около 600 контрактов на сумму в 570 миллиардов российских рублей. Межрегиональное сотрудничество развивает партнерство двух стран. Не только в экономике, но и в социальной сфере. Гости из России знакомятся с нашей историей и культурой. Так, знаковые даты этого года найдут отражение практически во всех мероприятиях. Очень важно сделать все, чтобы эти мероприятия прошли, как всегда, слаженно, организованно. Но самое главное, чтобы был результат. Это результат не только в подписании контрактов, соглашений, то есть экономической, еще раз повторюсь, составляющей, но и в плане сотрудничества между регионами наших стран, в плане выполнения тех договоренностей, которые предусмотрены договором союзного государства, союзными программами. Сегодня мы услышали, что руководство Витебской области предлагает достаточно много мероприятий, много выставок, которые будут проходить в рамках форума, где мы сможем показать и те достижения в плане инновационного развития нашей страны, Российской Федерации, но и уже наши совместные наработки в науке, в обучении, в образовании. Это очень важно. Этим летом форум будет проходить в нескольких белорусских городах – Витебске, Полоцке и Новополоцке. В каждом из них уже начали подготовку. Власти намерены провести мероприятия на наивысшем уровне. Ряд площадок города Витебска будут задействованы под проведение выставочных мероприятий. Будет представлен потенциал Республики Беларусь и произвомышленных предприятий города Витебска, высших учебных заведений города Витебска и Республики Беларусь. Также будут представлены, наверное, и гости из Российской Федерации. Форум даст возможность углубить наши партнерские отношения с городами-побратимами Российской Федерации, договориться о новых проектах, планах и запустить их в реализацию. Форум регионов проводится при непосредственном участии президентов двух стран. В этом году мероприятия посвятят роли межрегионального сотрудничества в построении инновационной экономики союзного государства. Главная установка от главы Совета Республики – провести 11-й форум регионов на высоком качественном уровне. Принимающей стороне до лета 2024 года предстоит большая работа по наведению лоска в городах, где развернутся площадки. И чтобы понимать, от чего отталкиваться, при этом важно слышать людей. Форум же взаимосвязи с населением в нашей стране сегодня немало. Насколько эффективна выстроена работа с гражданами в Новополоцке, обсудили 26 января в ходе очередного заседания местного горосполкома. Здесь, в Мефтеграде, работа выстроена четко и слажена. С учетом директивы президента, номер два о дебюрократизации государственного аппарата и повышении качества обеспечения жизнедеятельности населения. Взаимодействие с гражданами ведется и обеспечено в полном объеме, о чем свидетельствуют и цифры статистики. По результатам 2023 года число обращений в местный горосполком по сравнению с 2022 снизилось на 35%. В 2023 году вступила и действует Единая республиканская система приема и обработки обращений граждан. Если раньше граждане могли подавать обращения на электронные адреса организаций, то теперь нужно подавать именно в систему, зайти в интернете на сайт обращений Бел, зарегистрироваться и подать свое обращение в государственную организацию, в которую необходимо его направить. Что касается тематики обращения, она традиционно, в первую очередь, большинство обращений поступает, конечно, по вопросам ЖКХ, но в этом году их стало все-таки значительно меньше в сравнении с прошлым годом. Налажена работа у нас в жилищно-эксплуатационных организациях и непосредственно при обращении в свою организацию, в ЖРЭО, вопросы решаются и решаются достаточно быстро и хорошо. Вопросы от граждан по традиции поступают разные. Есть те, которые решаются моментально, некоторые разрешить здесь и сейчас. В силу специфики обращения невозможно. В любом же случае ответ на обращения новополочане получают в установленных законодательством сроки. Мы должны быть максимально открытыми и максимально доступными для большинства наших жителей. Должны охватывать информационное пространство, о чем мы недавно говорили по информационной работе в нашем городе. То есть люди должны понимать, должны знать, что обратившись на месте по своим вопросам, они найдут внимание к себе, к своему вопросу, понимание, поддержку и разрешение. Слышать людей и их проблемы в сегодняшних реалиях – ключевая задача. На этом председатель Новополцкого горосполкома акцентировал особое внимание, отдельно остановившись на качестве выполняемых работ, ведь от этого напрямую зависит количество поступаемых от горожан обращений. 50 лет назад для учащихся свои двери открыла Новополцкая школа под номером 6, которая после 20 лет ежедневного и упорного труда приобрела почетный статус 1-й гимназии Нефтеграда. В числе выпускников учреждений образования немало имен людей, кто на самых разных нивах прославляет и делает нашу страну лучше. Сегодня в день полувекового юбилея многие из них вновь окунулись в школьные воспоминания молодых лет, приехав лично поздравить Альма-Матер с праздником. Мои коллеги продолжат тему. Школьные коридоры и заливистый звонок на урок. В гимназии номер 1 Новополцка неизменно бурлит школьная жизнь. Кто-то только начинает свой путь в мир знаний, аккуратно выводя буквы в прописях, а кому-то уже по зубам решать сложные задачи по физике. На каждом из уровней образования в этих стенах гимназистам на помощь всегда приходят чуть ли педагогии, которые указывают путь в бесконечном мире науке. За 51-х лет мы прошли очень большой, интересный, творческий путь. Это путь становления, развития, путь нашего успеха. Мы по праву гордимся своими достижениями и в большей части гордимся нашими выпускниками. Вот эти 50 лет – это действительно родная школа. Родная, потому что здесь была вся моя семья. Отец, мать, сестра. Именно в школе заложилось те дружеские отношения, которыми 50 лет я уже иду по жизни. То есть одноклассники никуда не делись, мы все знаем кто где, мы все общаемся. В гимназии работают яркие и творческие учителя. Одна из них – Елена Ратомская, учитель-методист русского языка и литературы. Одна из последних финалистов республиканского конкурса профессионального мастерства «Хрустальный журавль». Елена Викторовна пришла работать в гимназию молодым специалистом. Здесь она успешно и быстро при поддержке руководства и опытных коллег построила карьеру. Нелегкую профессию педагога женщина выбрала не случайно. На это ее вдохновили собственные школьные учителя. По словам Елены Викторовны, ее главная миссия – помочь ученикам раскрыть свои таланты и способности. Принято считать, что только учитель учит детей, но на самом деле, исходя из своей почти четверцевековой педагогической практики, я хочу сказать, что у учеников тоже есть чему поучиться. Надо отметить, что гимназия для меня стала домом за 25 лет. И, безусловно, вот этот душевный комфорт, возможность творить, конечно, в хорошем смысле, реализовывать себя – вот это двигает вперед. Ученики Елены Викторовны защищают честь родной гимназии, участвуя в международных конкурсах и республиканских олимпиадах. Учитель, в свою очередь, не отстает от учащихся. Елена является финалистом республиканского конкурса «Учителя года-2011». Кроме нее, в Первой городской гимназии ежедневно трудятся еще 103 педагога. Сегодня в их честь, а также в адрес всех ветеранов педагогической профессии Первой гимназии, а также в адрес сотрудников, ежедневно обеспечивающих образовательный процесс новополочан, звучат слова благодарности и признательности. За 50 лет своей истории гимназия добилась очень много. У нее замечательная, славная история. Здесь сложились особые, такие хорошие традиции, замечательный педагогический состав. Ну и, конечно же, самое главное достояние и гордость любой школы – это ее выпускники. Мы дорожим всеми учреждениями образования, которые находятся в нашей области. И самое главное, чтобы каждое учреждение занимало достойное место в системе образования. И, конечно, когда мы говорим о гимназиях, каждая гимназия сегодня вносит серьезный факт. И, конечно, гимназия номер один, наверное, не просто так она и называется, номер один в городе Новополске имеет свое место. Ее знают не только в городе Новополске, не только в Витебской области, но и за пределами нашей страны. Торжественные обстановки многих педагогов и сотрудников Первой гимназии в праздничный день отметили грамотами и благодарностями различного достоинства. И какой же юбилей без подарков! Школе вручили сертификат для приобретения учебного оборудования, ноутбук и даже фрезеровочный станок. Анна Сморчкова, Сергей Золынский, телеканал «Звезда». Стремление к победе, дух соперничества и дружбы в Новополске завершились республиканские соревнования по лыжным гонкам среди работников Комитета судебных экспертиз. Более 40 специалистов со всей Беларуси на протяжении двух дней состязались в индивидуальных забегах и эстафете. Дистанции для женщин 2,5 километра, для мужчин в зависимости от возрастной группы от 2,5 до 5,5 километров. Участники преодолевали их упорно, бодро и уверенно. 26 января стали известны победители соревнований. В общекомандном зачуте третье место заняла команда Могилевской области, второе у Центрального аппарата Комитета судебных экспертиз. Золото за принимающей стороной Витебщиной. Эмоции положительные. В принципе, мы не первый раз занимаем первое место. Все-таки Витебская земля – самая снежная земля. И поэтому у нас больше возможностей заниматься, больше возможностей развиваться и стремиться к победе. Мы старались. У нас поставлена задача показать наиболее лучший результат. В прошлом году мы были третьи, в этом году стали вторыми. Поэтому все довольны, все счастливы, получили много положительных эмоций. Кроме того, отдельными наградами и благодарностями отметили Новополоцк. Так, местный УОР получил благодарность начальника управления Государственного комитета судебных экспертиз по Витебской области за предоставленную спортивную базу и высокий уровень проведения соревнований. У меня на этом все. Напомню, просмотреть наши программы можно в любое удобное время на Ютуб-канале «Звязда». Актуальная информация также в наших аккаунтах в социальных сетях. Сейчас не переключайтесь, я передаю слово нашим коллегам с телекомпанией «Воен-ТВ». Вашему вниманию новости в форме. Это новости в форме. С вами Александр Бекульчик. Добрый вечер. На Бус-Лесновском полигоне прошли контрольное занятие по огневой подготовке с бойцами Слонимской механизированной бригады. Гвардейцы поражали мишени из вооружения танка Т-72Б. На Сиповичском полигоне с военнослужащими 51-й артиллерийской бригады проходит тактическое учение с боевой стрельбой. Бойцы поражают условного противника, в том числе из реактивной системы «ГРАД». Корректировка огня ведется в сложных погодных условиях с использованием средств разведки и беспилотников. Депутат Палаты представителей Национального собрания Олег Гайдукевич посетил бригаду спецназа в Мариной Горке. Подполковник милиции «Запаса» наравне с бойцами прошел тропу разведчика, на пути которой стены подземной проходы рвы. Также Олег Сергеевич рассказал о своей службе в прошлом и о задачах, которые ставит перед собой будущий депутат. В Минске состоялась встреча начальника департамента международного военного сотрудничества полковника Валерия Ревенко с военном атташе при посольстве Республики Казахстан в Беларуси полковником Куатом Курмышевым по случаю завершения его миссии дипломата в нашей стране. В ходе встречи стороны подвели итоги сотрудничества за последние несколько лет. К всенародной стройке Республиканского центра патриотического воспитания присоединяется все больше инициативной молодежи. На территорию Кобринского укрепления Брестской крепости приезжают активисты и волонтеры, военнослужащие и школьники. К слову, внести вклад в сохранение памяти о подвигах отцов и дедов может каждый. Перечислить средства на благотворительный счет можно по короткому номеру на экране. Вильнюс создает легкую пехотную дивизию. Командующий вооруженными силами Литвы генерал Вальдемарас Рубшис ранее заявлял, что формирование соединения предусмотрено планом коллективной обороны НАТО. Срок оперативного развертывания назначен на 2030 год. Это были новости в форме. Смотрите нас во вторник в эфире телеканала «Звезда». До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова